Всем привет! Ребят, большое спасибо хочу сказать прежде всего вам за обратную связь, которую вы оставили под прошлым видео, под моим первым влогом. Это был мой первый опыт, и я до этого никогда таких видео не снимала, переживала, зайдет, не зайдет. Но вроде всем понравилось, поэтому встречайте! Влог номер два! Влог номер два! Мы очень смотрим, но тут просто все бросили и как прикованные смотрели, потому что фильм реально сделан очень интересно, очень необычно. Во-первых, автор постарался с визуальной точки зрения, все прям так преподнес, там всякие визуальные эффектики сделал, вообще круто. Ну и сама идея тоже, конечно, крутая, тут как бы чего скрывать, да? Это фильм-эксперимент. Автор и, собственно, главный герой на протяжении нескольких лет сахар не ел. И тут, значит, он решил продемонстрировать, что с ним будет, когда он начнет сахар есть. Насколько я помню, все, уже забыл, месяц он ел сахар. Причем он ел сахар, знаете, и в таких продуктах, типа конфеты, газировка, шоколад. Нет, он ел продукты, которые такие, типа, окей, ты вроде бы на них смотришь в магазине и не думаешь о том, сколько сахара в них содержится. Например, мюсли с йогуртом или там курица с соусом терияки. И он все это ел, демонстрировал и часто демонстрировал это именно в ложках сахара. То есть, например, он вместо в каком-то коктейле там почти 40 ложек сахара, и он это вот показывал именно в сахаре, как это выглядит. Когда ты такой смотришь, конечно, выглядит это очень эффектно, отрезляюще действует. Значит, эксперимент, он хорошо к нему подготовился. Во-первых, он собрал врачей, да, всяких компетентных людей, которые провели все анализы до эксперимента, которые провели анализы после эксперимента, и, собственно, наглядно показали, что происходит с организмом, когда вы кушаете сахар, вот, он сдавал кровь и всякие анализы, и делал замеры веса и объема там талии, например, и так далее. И также там был психолог, которому он рассказывал, как это влияет и на его эмоциональное состояние. Вот, короче, фильм бомба, очень вам советую, если вы не смотрели, прям вот от всей души. Еще раз спасибо за вашу рекомендацию, я без вас вообще про этот фильм не знала. Ну, еще после просмотра этого фильма сразу стало понятно, что занималась я до этого какой-то фигней со своими вот этими, знаете, у меня была прям такая мания заменить, то есть я прям искала, да, в магазинах, чем заменить сахар. Всякие сахарозаменяющие батончики, какие-то варенья без сахара, ну, типа сладкие. Короче, у меня была прям навязчивая идея, что сахар нужно заменить. Но после просмотра этого фильма на самом деле стало понятно, что просто нужно взять всю свою волюшку в кулак и отказаться от сладкого. Перестать искать какие-то заменители. Перестать думать, что без этого твоя жизнь будет какой-то плохой. И реально, короче, вот прошла неделя, я практически не ела сладкого. И я вчера ела гречку, и у гречки был совершенно другой вкус. Не такой, а к какому я привыкла. Вы представляете, это реально работает. Это не просто какие-то слова, я вам серьёзно говорю. Гречка была потрясающе вкусной. То есть, понимаете, в фильме тоже про это рассказывается, что сладкое, оно возводится... Ну, короче, вкус сладкого берётся за эталон. И вот всё остальное, все остальные продукты, все вкусовые качества всегда сравниваются со сладким. Да, то есть, и вот там приводится пример с брокколи очень интересный, что ребёнок, зная, какого вкуса конфеты, никогда не полюбит брокколи, которые имеют горчинку, потому что они уже искушены этим вкусом сладкого. И они не понимают, почему они должны есть брокколи, у которого вкус горчит, да, а не съесть, например, конфету. Вот я на собственном примере убедилась, что всё реально-реально сладкое влияет на наши вкусовые рецепторы, наверное, я не знаю, как это назвать. Но вот гречка оказалась супер-классной. Сейчас покажём, как я красиво избавляюсь от остатков пряжи, в данном случае носочной. У меня вот есть всякие такие остатки. Здесь вот этот дропс... ой, это Санес Гарн Сесу, а вот этот дропс Норт. Вообще пряжи очень схожи по составу, по метражу, поэтому я без проблем в носках их мешаю. Единственное, что дропс Норт очень сильно сваливается, но я стираю носки в машинке. Возможно, если бы я стирала их руками, ничего бы не сваливалось. Ну, такой эффект... не могу сказать, что прям уж совсем они выглядят стрёмно, но, короче, терпимо. Вот. У меня были ещё такие. Один такой, такой, такой и такой. Но они у меня уже в деле. Сейчас я вам покажу. Я вяжу вот такой носок. Видите, какой прикольный? Как раз-таки из остатков. А где у меня такой? Вася? А, вот он, ладно. Вот ещё такой вот, видите? И вот я полосочками... Вот это, кстати, дропс Норт. Он более пушистый, видите? То есть, если сессу, она такая гладкая, поэтому не закатывается, то у Норда есть такие ворсинки. Вот, короче, такие носки прикольные. Я почти уже закончила. Мне осталось тут совсем немножечко закрыть. Вот такие весёленькие носки получились. И главное, я избавлюсь, наконец-то, от всех этих остатков. И моя жизнь заиграет новыми красками. А ещё я отрезала подушку. Вот, смотрите, очень классно получилось. Подушка, так, так, шовчики такие же, как у той. И пуговички. Ой, пуговички, всё! Какие пуговички? Скажите, как это называется? Кнопки! Вот, кнопки. Только они у меня тут чёрные. Ну, всё уже в волосах. Ну, только всё почистил, всё волосам, простите. Ну, это норма. Кнопки только чёрные. Так же запасик у меня здесь. Сейчас открою, покажу. Видите, тут вот такой запасик, который уходит вовнутрь, чтобы подушка не торчала, не виднелась. Так же пять кнопочек у меня по этой стороне. Всё, ховчики, всё супер-пупер. Посмотрите. Вот такая классная подушка. Всё у меня готово по подушке. Все фотографии, все видео. Осталось только всё это смонтировать, обработать. Текстом всё описать. И, собственно, составить описание. Ещё не садилась. Сегодня приступаю к изготовлению описания на эту подушку. Если никто из русских девочек не попросит, то на русском не будут делать, потому что есть схема, есть такой же коврик, только из другой пряжи. Не знаю, короче, напишите, если вам надо, то, конечно, я переведу. Но я планирую всё-таки сделать только на Энси. Это описание на английском. Вот. Описание подушки, которое я вам показала в предыдущем видео. С таким орнаментом. Светлая. Там всё готово. Тест закончился. Большинство девочек уже сделали подушку. Всё получилось. Всё супер. Вообще никаких проблем не возникло. Там была одна небольшая неточность в схеме, но мы её быстро исправили. Описание уже выложила на сайт. Кто хотел, кто спрашивал, пожалуйста, переходите на сайт lenakotical.com и заказывайте описание. И потом проверяйте свою почту, я вам на неё напишу. Вот. Ну и на эти я тоже уже выложила это описание. Они тоже всё, ошибки проверили на английском, всё исправили. Вот. Так что у меня следующее вот это. И значит, у меня уже, мне ещё надо вот это сделать, описать. А у меня в голове уже новая подушка. И уже даже пряжа есть под неё каким-то образом заказалась и приехала и куча денег потратилась. Так, сейчас покажу вам цвета на новую подушку. Так, вот такие. Вот это, кстати, очень прикольный цвет, смотрите. Где он, куда, смотрите. 34,18. Мне кажется, он просто идеальный. Особенно с вот этим. Классно, да? У меня ещё от предыдущей подушки остался белый, чёрный. Вот, короче, такие классные цвета. Это всё газал бэби коттон. Ну, у меня там целая куча. Так, ещё какой-то есть это. Какой-то вот такой. 34,10 это белый. Такой же, как у меня был на первой подушке. Вот. В общем, такие классные цвета. Ну, вот это, конечно, мои фавориты. Безусловные. У меня был такой шарф из дропс Альпак Силк. Мне кажется, это просто великолепное сочетание. Хотя это тоже вроде подходит. Короче, у меня был миллион идей. Но следующая подушка, она будет перекликаться с первой. С тема орнаментом. Чтобы парочка была. Чтобы можно было как бы две слезать. И у тебя была парочка на диване. Не одинокая подушка, да, а хотя бы две. В идеале, конечно, три сделать перекликающиеся. Чтобы был вот такой наборчик. Потому что когда... Чем больше подушек на диване, я по опыту с вами говорю. Чем больше подушек на диване, тем смотрится красивее. Как-то богаче. Вот. Ну, это, конечно, очень классный цвет. Цвет. С этим классный. С этим классный. Короче, он со всеми очень сочетается. Он такой для всех дружочек. Видите, какой? Очень классный. Так, давайте скажу, чтобы вы меня не спрашивали. Вот эта пудра 3444. Ну, вот этот я вам уже сказала. Или не сказала? 3418. Бирюзовый 3451. Джинсовый 3431. Это оранжевый. Я с ним уже работала на самой-самой-самой первой подушке. 3416. И вот этот 3426. Короче, вообще класс. Скажите, 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 что очень красиво. Не хватает желтого, к сожалению. Желтого не было в магазине, в котором я заказывала. Ну, супер. Все, как мне теперь это спрятать и не трогать до тех пор, пока я не сделаю описание. Это будет непросто. Еще у меня спрашивали про кормежку котов. Так что этому я посвящу остаток видео. Так что простите меня все собачники или люди, у которых нет котов. Но, к сожалению, это огромная часть моей жизни, поэтому это будет много про котов. Вася пришел поздороваться. Вася, скажи, привет. Я просто тут с кормом сижу, и они могут меня как акулы такие. Вот видите. Во-первых, я хотела показать корм, которым мы кормим котов. Это Грэндорф. Или Грэндорф. Не знаю, простите. Вот так вот пачка выглядит. Тут очень прикольная застежка. Все, все коты уже тут. Вытыкают. Вы видали какая? Не знаю, фокусируется там у вас. Ну-ка сейчас тыкаю. Ой, видите какая? То есть она такая серьезная. Вот. И корм очень долго сохраняет свежесть такой пачки. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Не знаю, может, я, конечно, придумала себе. В общем, корм. Мы кормим не так давно. Но, наверное, месяца три. Может быть, три. Может быть, четыре, наверное, все-таки. До этого мы кормили. Мы кормили их пропланом. Не знаю. Не знаю. Потому, что они безумно информативные. И вот если у вас есть какой-то вопрос по поводу кошек, по поводу их поведения, питания, ухода, и вы никак не можете найти ответа, попробуйте прочитать ее блог. Я думаю, что вы там найдете. У нее каждая фотография практически еще подписана текстом. То есть там ориентироваться легко. И, наконец-то, я нашла у нее пост текстовый в Инстаграме, где она рассказывала про сухие корма. Она выделила там топ-5. Ну, или сколько-то там, уже не помню. И расписала. И каждому поставила оценку. Этому потому-то тут такое-то содержание мяса. Тут такое-то количество магния там и ла-ла-ла-ла-ла. Да, действительно, она сказала, что проплан плохо. Она объяснила, почему. Потому что маленькое содержание в составе мяса все 20%, а вот в этом, например, корме 70%. То есть разница очевидна, а в цене разница на самом деле небольшая. И мы купили этот корм на пробу. Сначала у нас коты проявили себя очень странным образом. Некоторые, причем девочки, просто вот ни в какую. Я не буду это есть, и все. Я им такая, в смысле ты не будешь это есть, этот корм, который стоит 1600 рублей. Он дороже предыдущего корма, почему ты его не ешь? И, знаете, у меня сложилось такое впечатление, что коты, как наркоманы, привыкли к проплану, к его запаху. У этого корма, во-первых, он выглядит иначе. Он более какой-то гладкий, что ли, я не знаю. Нет каких-то крошек. И запах не такой сильный, как запах проплана. И, видимо, в этом была проблема. Мы прям боролись с ними, мы прям их к тарелкам, пожалуйста, ешь. Уговаривали их. Помогло, знаете что, помогло добавление воды. Я не знаю, как это влияет. Но вот, чтобы размягчить, может быть, было слишком твердо, да, то есть непривычная структура. Очень долго боролись, естественно, с Эбблой. Все проблемы только, значит, у нее. Она прям вообще ни в какую. То есть, знаете, как мы делали? Мы просто, у нас был супер хитрый план. У нас была небольшая заначка проплана. И мы в основную, вот это, насыпали основную часть нового корма. И клали туда два зернышка проплан. И только так она все съедала, представляете? Потом мы стали одно зернышко класть проплан. И в итоге, через там несколько недель, мы полностью прекратили ей докладывать проплан. И она стала есть этот корм. И я вам хочу сказать, что у всех котов, у них и так была очень мягкая шерсть блестящая. Но я не думала, что она может быть еще более мягкой и еще более блестящей. Реально, шерсть у них стала, ну, очень мягкой. Даже, короче, итальянец, который приезжал к нам, мы приглашали его в гости на борщ, сказал, что очень софти, очень софти, очень мягкие коты. Он сказал, что у них в Италии вообще коты не такие мягкие. Мы, ну, очень интересный, короче, факт. Даже итальянец заметил мягкость наших котов. У этого корма в посте, который написала Марина, не самые высокие оценки. Есть корма лучше. Но дело в том, что у нас в Томске из всех представленных ей хороших кормов я нашла только этот. Поэтому как бы вот. Можно, конечно, заказывать издалека, но это не очень удобно. Я мне советую сразу покупать большую пачку и вот кормить только этим кормом. Возьмите маленькую, попробуйте, вдруг вообще не пойдет. Вдруг вообще не понравится. И тогда посмотрите другие корма вот из этого поста. Если я найду, я вам вставлю скриншот, где прям вот про корма у нее написано про сухие. И вообще Марина суперклассная. Скажу вам по секрету, что я, все на работе надо мной горят, что я заказывала у нее консультацию по коррекции поведения. Потому что у нас Вася, самый первый, самый старый котик, он иногда проявляет агрессию по отношению к другим. И знаете, когда мы вернулись из Петербурга, ну естественно, хвостая была, даже без него. Когда мы недавно вернулись из Петербурга, он кусал нас, прям очень жестоко. И вообще он меня очень сильно укусил, прокусил мне руку, потому что я разнимала их, когда они дрались. Это было последней каплей, я, короче, написала Марине, и она проводит консультации. Консультация у нас была по скайпу, мы разговаривали час. У нас, вот, все как на ноху я рассказала, реально, смешно, и вы не поверите, но информации просто куча. Во-первых, мы, конечно, думаем про котов немного не так, как стоило бы думать. Мы им всякие свои качества, свои свойства приписываем, но у них все иначе. Когда в доме три и более кота, то у них там своя система иерархии, у них свой мир, у них стая, и ты как бы в эту стаю вообще-то не вписываешься, человек, чтобы ты там о себе не думал. И у них свои правила, свои особенности поведения в стае, и, конечно, своя иерархия. И мы сделали очень много ошибок, и мы разобрали все эти ошибки, и Марина у меня очень много вопросов задавала мне. Она очень много всего спрашивала, и мы, конечно, нашли причину, и она дала мне очень много рекомендаций. Честно признаюсь, что мы выполнили не все рекомендации, я до сих пор никак не могу. Руки не дойдут купить там еще одну коптеточку им, за которую они постоянно дерутся. И что там, что там, домик там, какие-то поверхности оборудовать, потому что их и так все поверхности только для них. Вот, но самая большая проблема, которую мы с ней обнаружили, мы решили, и реально, представляете, все работает, реально конфликтов стало намного меньше. Они не перестали появляться вообще, да, то есть они полностью не прекратились. Но, во-первых, градус напряжения спал, реально, очень сильно спал. То есть если до этого драки были такие прям, знаете, не на жизнь, а насмерть, просто так они сцеплялись, и ты в этот клубок засовываешь руку, конечно, вытаскиваешь руку, все в крови, и, короче, ну, ладно, пальцы не отрываются, и хорошо. И стало намного легче, намного проще. Конфликт, знаете, такие, типа, попшикаются и разойдутся, то есть они уже не дерутся так, просто недовольны друг над другом в порядке, вот так я, наверное, скажу. И, конечно, если бы я купила эту вторую когтеточку, из-за которой весь сыр-бор, потому что Вася почему-то решил, что она только его, я не знаю, почему он так решил, ему виднее, вот, и никого не пускают туда. А если кто-то туда придет, а он увидит, он, естественно, такой подходит, типа, ты че, вообще-то мою когтеточку, уходи, и, значит, у них там какие-то терки возник. А было бы когтеточки две, наверное, и проблем бы не было, и вот все, у меня никак руки не дойдут, надо купить. Консультация стояла 700 рублей. Мне вообще не жалко этих денег. Я поняла, насколько я вообще дундук, насколько я вообще ничего не понимаю в котах, и насколько мы невнимательны, на самом деле, к своим котам. Вот, очень грустно было мне после этой консультации. Вот так. Вася, расскажи, как тебе живется с влогером? Ну вот, уже сразу видно, что плохо живется, во-первых, потому что у тебя козявки в глазах, а во-вторых, у тебя ухо грязное. И сейчас, как только я выключу эту камеру, я буду тебе все чистить. Вот, какой-то получился кошачий влог. Простите меня, если что. Ну, как бы вы сами спросили, а про котов поговорить я всегда, пожалуйста. Пишите какие-нибудь темы, может, вас интересуют какие-то вопросы у вас есть. Пожалуйста, пишите, а то будете. Все время про котов слушать. Все, на этом буду с вами прощаться. Спасибо, что посмотрели. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok